Друзья, добрый день! Сегодня хочу поделиться свое мнение о сотовом меде, о рамках тех или иных и о рентабельности продажи и производства в тех или иных рамках. Естественно, это мое мнение, исходя из розничной стоимости меда в моем регионе и, соответственно, спроса на мед. Значит, первое. Мини-рамки. Производство мини-рамки. Удобная, красивая рамка, упаковка. Вот так вот все это выглядит. Здесь рамочка, картонная коробочка, пленочка проставочка идет, закрывает мед. Вот так вот все это в собранном виде выглядит. Красиво, здорово. Есть множество вариантов этих рамок. Не с пазами вот здесь, вот с пазами посредине. Ну, много-много-много вариантов крепления, сборки этих рамок. То есть, стык у них идет, вот в шип. То есть, ну, вопроса в этом отношении нет. Но у них есть несколько минусов. Вот на мой взгляд, значит, это ее размеры. Я держу самую большую из всей линейки продукции. Из нее помещается около 200-250 грамм сотового меда. При рыночной стоимости меда 1 грамм за рубль, ее цена должна быть также 200-250 рублей. Что очень, если честно, дорого. Далее. Ну, дорого почему? Потом объясню. В основном, опять-таки, из-за размера, внешний вид. Далее. Сами рамки купить можно, вот, например, у производителя непосредственно, только от 500 штук. От 500 штук рамок, от 500 штук коробочек и, соответственно, вот этих вот вкладышей. То есть, если посчитать, рамка стоит 8,5 рублей, а то вставочка пленочная 2 рубля. Сама упаковочка стоит 7 рублей, по-моему. Ну, то есть, посчитайте, вот если по 500, все это 500 в сумме получается 8 с копейками, плюс доставка. То есть, ну, вот, первый минус, вот, надо ли вот такие вот вам объемы, если вы не знаете, какой будет спрос в вашем регионе. Надо ли такие объемы? Я, вот, если честно, купил свое время несколько лет назад, с тех пор они у меня лежат, потому что не пошли, но об этом чуть позже поговорим, почему, чего и как. То есть, вот это вот большой колоссальный минус. Все, значит, сами рамки купить, понятно. Человека-часы, затраченные на это время, и, ну, получается, что, ну, 200-250 рублей должна быть минимум цена. Кто-то умудряется продавать дороже, но у меня, например, дороже никто это не возьмет дешевле. 200 рублей продавать просто нет смысла, это смешно. То есть, у этой рамочки, вот, нет возможности играть ценой для оптимальной выгоды и себе, и покупателю. Значит, для чего еще им нужно, например, использовать? Ну, например, как подарок, сувенир друзьям, знакомым, покупателям, да, там. Ну, с одной стороны, это, как бы, например, ну, выглядит красиво, но с другой стороны, тоже не вариант. Отдать бесплатно покупателю, значит, в шоколаде будут все, кроме вас. То есть, производитель получил за это деньги, вы его накормили. Покупатель получил бонус в виде, соответственно, меда. А вы, а вы, получается, в ноль. Я считаю, что для покупателя можно сделать бонус. И, там, если, ну, скидка на продукцию, например, центрифужный мед продаете, скидка на это. Или просто в баночку, грубо говоря, продаете по килограмму, налить больше килограмма, то есть, как бонус дополнительно будет о мед. То есть, вот это может быть некий бонус. Но отдавать бесплатно свой труд в качестве подарка, я считаю, это тоже не очень красиво. Значит, также, например, что, если отдать друзьями, отдать друзьям, то, ну, вы знаете, вот, если честно, я не такой жмот. Я им просто отдам целую, например, 145-ю рамку, чтобы хватило и всей семье, и покушать, нежели отдавать вот такими мензурками. Значит, ладно, идем дальше. Перейдем к следующей рамке. Вот такая вот замечательная рамка. Тоже замечательная, как и эта. Такой вариант рамок есть, значит, у несколько производителей. Это вот, например, из фанера, есть чисто из дерева, штампуют, но вариантов много. Их помещается, например, в 145-ку, две штуки. Две штуки. По формату они заменяют, грубо говоря, ну, не три, но где-то две с половиной вот такие вот мини-рамки. Значит, на мой взгляд, этот вариант лучше, чем вот эта, но не идеален. Значит, при почти такой же стоимости рамок, ну, грубо говоря, то есть, если вот эта вот рамка стоит около 18 рублей, упаковка, к ней чуть попозже придем, около 19 рублей, то в сумме получается, ну, где-то около 37 рублей. Вот на это, на эту рамку все вместе в комплекте уходит около 17-18 рублей. То есть, вот эта рамка в комплекте с упаковкой в два раза дороже, чем одна вот эта. Учитывая то, что их вылезает всего несколько штук, ну, по цене, может быть, плюс-минус все одинаково, да. Но, но, трудозатраты, да, человека-часы, вот на вот изготовление рамки и упаковки ее уходит гораздо меньше. А визуально выглядит она намного объемней, что, соответственно, гораздо лучше и покупателю это позиционируется намного выгоднее. Значит, плюс также, вот, соответственно, и вот здесь вот можно уже играть ценой в ту или иную сторону, найти оптимальный вариант для пчеловода и покупателя. И визуально, я говорю, вот еще раз говорю, смотрится гораздо лучше, солиднее, объемнее, что вот, например, рамка, допустим, 500-600 рублей, да, то есть полкило в нее влезает, я забыл сказать, влезает полкило и чуть больше, да, вказит на 500 рублей, нежели вот этого, да, рамочка, которую многие умудряются продавать за 300-400 рублей, но я не знаю, это, на мой взгляд, вообще, по-моему, безумие, это такие цены, ну, вот визуально, да, вот это, допустим, 300-400, или вот это 500-600, на мой, вот, даже не то, что на мой взгляд, а вот такая у нас рыночная политика, что вот это просто, да, оно идет лучше, чем вот это. И вот я их накупил в свое время, вот они до сих пор у меня лежат, уже лет 5. Вот эти, кстати, рамки, потом тоже. Значит, упаковка для них, то, что я говорил, стоит около 19 рублей, тоже бывает разная, вот, например, из микро-гофрокартона, да, хорошая, замечательная упаковка, бывает просто из картона, там, также вот с вырезами, например, да, вот такими вот, под сотой, там, прочее, прочее. То есть, тоже легко купить, все просто, ну, вот в данном случае, например, вот у меня, моя разработка-этикетка, есть они у меня разные, вот, самая дорогая в полный размер, есть в половину длину, в половину ширину, есть в четверо такие бюджетные варианты, ну, то есть, вариантов тысячи. Можно придумать любую этикетку, это уже вопрос каждому, надо это или нет. Ну, вот. И согласитесь, по мне кажется, и так и есть, вот, в моем регионе, что вот это вот пользуется большим спросом, спросом, и проще получать вот такую продукцию, нежели много-много-много-много-много вот таких. Значит, ладно, идем дальше, третья, наконец-таки, самая, на мой взгляд, удобная, удобная рамка, это 145-ка, и, собственно говоря, все остальные, рутовские, додановские. Значит, сама рамка стоит 30 рублей, возни не больше, чем обычно, такую рамку можно и целиком отдать, ценой здесь можно играть вообще свободно, как душе угодно. Можно, вытащив проволоку, соответственно, на вырез продавать, также любой вес. И самое главное, вот, если бы в свое время, я вот так же, вот, почему я вас и призываю, подумать, надо ли вам вот эти рамки, допустим, или не надо, надо понять, какой спрос. Если бы я в свое время это подумал и начал смотреть вот именно с выреза, то есть, кому сколько, как говорится, надо, какие объемы востребовательны. Если кто-то приходит, говорит, дайте мне полкило, значит, понятно, ага, больше пользуется спросом, можно заняться такими рамками, упаковывать, все красиво отдавать, будет здорово. Если кто-то приходит, вот, мензурками нарезает, значит, соответственно, пойдут вот такие рамочки, да, прочее. Если кто-то сразу берет, значит, нафиг вообще вот эти рамки их выкинуть, заниматься только вот этим. То есть, надо понять, если бы я в свое время вот это вот именно занялся этим, вот, не насмотревшись там всякой ерундовой рекламы, а вот действительно оценил бы ситуацию, то вот эти рамки, они бы у меня не валялись. Поэтому я и призываю вас, там, начинающих пчеловодов, не верьте в сказки о том, что вот сотовый мед, это просто золотая жила. Вы сначала поймите рынок и что кому надо. Если продавать, я говорю, отдавать, продавать на вырез, то здесь упаковок множество. Стоят они копейки, значит, либо пластиковые ведерки, либо упаковки типа, знаете, как печенье продаются, например, да, там, с крышечкой. Но сейчас будет скрин, я покажу, посмотрите. Вариантов тьма. Главное, что здесь вот получается всем удобно и хорошо. Значит, повторяюсь, это еще раз мое мнение, основанное на тех реалиях, которые у нас есть. Поэтому не призываю ни к чему, не призываю вас, там, да, взять, выкинуть вот эти вот рамки, там, еще чем-то. Нет. Если у вас это получается, делайте. Востребовано. Желаю вам только удачи. Но. Но. В моем вот регионе, я говорю, ну, вот эти вот уже не котируются, ну, просто нереально. Вот это еще таким размером может пойти. Но в основном, если отдавать, в последнее время просто приходили и спрашивали, а есть вот целая рамка? Я говорю, ну, вопросов нет, да, есть. То есть, в принципе, понятно, на что делать упор, скажем так, и к чему в какой-то степени стремиться. Значит, вот такие вот дела. Ваше право со мной согласиться, не согласиться. Можете написать в комментариях, как в вашем регионе обстоят дела. Пообщаемся, обсудим. Вопросов нет. Вот такое мое мнение. Никого ни к чему не призываю. Всем удачи. Пока-пока.